всем привет ребята ну что мы собрали вот такой прекрасный дрон и сегодня будем программировать наш контроллер погнали подключаем наш дрон компьютеру пользуем кабель usb обязательно используем кабель который работает с передачей данных потому что есть кабеля чисто для зарядки а нам нужен такой кабель который может передавать данные теперь идем идем в интернет заходим открываем chrome и в интернет-магазине chrome ищем наш конфигуратор race flight он у нас уже установлен но в принципе здесь у вас вместо оценить будет кнопочка установить вот контроллер использует ком 4 принципе здесь все настроено по умолчанию правильно коннектимся и вот мы видим наш дрончик обязательно проверьте правильность движения направления наклонов вперед назад лево вправо все развороты все то что вы делаете живую должно повторяться в конфигураторе это будет говорить о том что дрон настроен правильно сейчас он перекошен немножко на экране потому что он стоит много так неровно на аккумуляторе скажу сразу же мое первое впечатление не очень вот с таким креплением такой себе ну возможно я просто не привык что у нас здесь по умолчанию здесь у нас выводятся основные данные по нашему дрону по наших акселерометру по гироскопу вот здесь ничего настраивать особо на первой странице не надо мы просто видим состояние нашего дрона и можем проконтролировать отработку гироскопов наклоны и так далее что все настроено правильно и работает нужную сторону переходим к портам по умолчанию у арт 5 включен используем serial rx у нас приемничек значит галочка у нас выбрана правильно заходим на configuration configuration по умолчанию у нас стоит quad xl обратите внимание расположение двигателей вот таким вот образом у нас идет расположение первый двигатель справа правый нижний 2 3 4 точно также у нас двигатели будут расположены соответственно на контроллере проверяйте подключение если вдруг у вас какое-то другое подключение вот здесь мы можем выставить то расположение двигателей которые у нас распинована на контроллере ну у нас все верно вот точно такое же расположение у нас застыковано контроллере я уже прошивал регуляторы у нас прошивка multishot такой у нас всем известный будет саунд и звездных войн вот с бас инвертер отключаем так как мы используем технологию спектрум с бас нам не нужен если вы летаете на комьюнити фреская на футабовском протоколе вам нужно будет включить с бас инвертер случае необходимости вот эти настроечки у нас это поправки в случае если у вас направление контроллера и расположение юсби разъема неудобно то есть например у вас при расположении юсби разъема к примеру слева контроллер будет направлен какую-то другую сторону не не вот передней частью вот так как показано картинке здесь мы вы можете вводить поправки в градусах например там если вам нужно повернуть ваш контроллер примеру там на 90 градусов там влево или вправо опять же все проверяйте вот здесь у нас все здесь установлено правильно никаких поправок делать не нужно но например на в третьих контроллерах нужно делать поправку 90 градусов по яву здесь идем дальше значит выбор это у нас настройка телеметрии самого контроллера в принципе она нам не нужна так как мы снимаем телеметрию напрямую на наш приемник у нас уже модный приемник спектрум с телеметрией поэтому вы бат мы не используем сериал ресивер наш указываем спектрум 2048 это поддержка на 11 миллисекунд вот все здесь установлена правильно вот black box можно включить или метре у нас отключена так как она нам в принципе не нужна black box это типа как черный ящик в запись вашей полетной конфигурации питью здесь у нас есть предустановленные вот данные питью здесь вы можете устанавливать ваши пиды и тюнинговать ваш контроллер значит в данном случае обратите внимание сразу же показывает насколько с какой резкостью будет работать отрабатывать какой-то маневр ваш полетный контроллер если вы это мы по роллу стоим если мы перейдем на пич видите он будет вращаться в эту сторону ну к примеру стоит по умолчанию 450 мы поставим например 600 enter как вы видите он начал вращаться существенно быстрее и так мы можем менять все значения наших пидов и смотреть насколько будет меняться поведение нашего дрона мы все оставим по умолчанию переходим к настройке ресивера так ресивер сейчас у нас отключен включаем нашу аппаратуру процедуру биндинга мы уже делали предыдущем выпуске вы можете это увидеть подробно сам процесс вот теперь мы уже переходим сразу же к аппаратуре нашей которая уже соединена с приемником вот наш приемник загорелся здесь у нас вот так вот яркий огонек говорит о том что приемник соединился с аппаратурой и на экране вы можете видеть вот сейчас я начну шевелить нашими стиками видно что все каналы которые нам необходимы по крайней мере 4 первых работают также вот у нас есть переключатели полетных режимов и так далее то есть вы можете задействовать все каналы которые вам необходимы у нас наш приемник поддерживает подключение до 20 каналов ну нам столько не надо а здесь в принципе у нас сколько получается 8 плюс 4 это у нас получается 12 каналов задействовано вот это у нас схема расположение канала выбираем у нас данном случае jr спектрум грауптер расположение каналов она уже выбрана и как вы видите вот так вот выглядят наши управляющие каналы настройками аппаратуры необходимо в обязательном порядке настроить среднее положение 1500 и начальное положение от 1000 до 2000 здесь у нас вот есть подсказочка сверху вот ну я покажу что в принципе небольшие погрешности есть там пределах нескольких единиц это не страшно точно также посередине то что у нас тут на одну единичку погрешность это не критично хотя настройками передатчика можно выставить почти идеально то есть принципе этого достаточно то есть все наши каналы работают в пределах которые заданы для нашего для идеальной работы нашего контроллера внизу вы можете чуть ниже спуститься и увидеть график изменения в случае когда вы задействуете какие-то каналы вы видите как она отрабатывает на нашем контроллере так здесь все готово в принципе еще хотел бы коснуться вот этого вопроса это rsi dead band и rsi of the band это у нас мертвые зоны то есть так как у нас вот эти единички видите есть некоторые погрешности да немножко скачет как бы поиска чуть показатели плюс к тому что у нас регулятор не регулятор контроллер наш жестко закреплен на раме то есть без всяких амортизаторов без резинок рекомендуют вот здесь ставить значение в среднем там 45 в принципе вы можете посмотреть по своим показателям если у вас более кита расшатанные потенциометры и скачки здесь более интенсивные то значение это можно увеличивать это гироскоп не будет реагировать на вот такие вот мелкие колебания для того чтобы у вас не было никакого дрейфа во время висения как бы никаких там подергиваний вот можно вести я вел четверки вот после того как вы все здесь что-то внесли изменения на каждой страничке нужно нажимать клавишу кнопочку save сохранить переходим значит к режимам я коснусь по очереди не буду перескакивать между страницами на каждой странице объясню что за какие настройки отвечают по умолчанию по умолчанию у нас режим полетный angle выставлен я уже включил вот я сейчас буду переключать вот наши полетные режимы то есть по сути у меня сейчас задействовано два полетных режима стартовый режим режим энгл в этом режиме дрон будет авто выравниваться то есть вам не нужно будет его ровнять по горизонтали он будет удерживать горизонт самостоятельно когда уже в процессе полю полета вы переключите на следующий режим этот режим по умолчанию активирован на контроллере это режим акро так называемый то есть где стабилизировать полет дрона по горизонтали будете вы уже сами то есть помогать контроллеру выравниваться в полете так как вам нужно вот ну здесь я уже все настроил вот это arm это вы можете выставить конкретный какой-то переключатель для того чтобы армить ваши двигатели что такое армить вы надеюсь уже знаете это как бы привести ваши двигатели в боевую готовность для того чтобы они они уже запустились и были готовы к полету в принципе можно делать с некоторые по умолчанию моторы у нас идут включены то есть как только вы делаете процедуру арминга ваши двигатели запускаются и на малых оборотах работают если включить специальную команду стоп мотор ваши двигатели при арминге не будут запускаться я уже настроил у меня двигатели по умолчанию выключены то есть при арминге просто будет звуковой сигнал двигатели не запустится вы можете вывести арминг на отдельный переключатель у меня стандартный по умолчанию стандартная комбинация для арминга это левый рычаг газа переводим в правую сторону давайте сейчас подключу вот аккумулятор силовой наша страшная мелодия из звездных войн все вы знакомы надеюсь с дартом вейдером вот и арминг арминг происходит каким образом вот мы делаем правую сторону вот это у нас уже мы готовы к армингу вот так это дизарм происходит в обратную сторону то есть в эту сторону арминг в обратную сторону дизарм все и газ уже у нас это как дополнительный как бы предохранитель чтобы вы не наделали никакой беды если у вас будет включена опция мотор стоп отключена в данном случае двигатели при арминге будут запускаться то есть вы заармите дрон и двигатели начнут вращаться на малых оборотах нам в принципе это не надо вот так у нас работают наши двигатели честно говоря без пропеллеров мне не нравится как они работают но ничего будем надеяться что летать они лучше то здесь есть дополнительные всевозможные режимы вот есть просмуз brain drain скидзо елки зеленые даже прочитать вот это разнообразные полетные режимы в принципе различия там достаточно специфические скажем так у них лучше почитать отдельно вот но из моего опыта меняются настройки пидом как бы на меняются настройки его поведения то есть в одном режиме там дрон более резко реагирует другом наоборот более плавно и так далее то есть это уже под ваши желания вы можете настроить третий какой-то полетный режим так как у вас первые два настроенные основные да то есть angle с выравниванием и акро режим все остальные режимы это просто уже на вас вкус как вы захотите и что вы захотите с ними делать вот режим есть лендинга то есть можно настроить активацию при которой как бы тоже дрон перейдет специальный режим для посадки вот делить флеш честно говоря такого я еще не встречал не знаю что такое какие-то несколько тестовых пустых каналов которые можно задействовать для каких-то своих целей вот led он я в принципе это не использую но вы можете настроить отдельный переключатель для того чтобы включать вашу ленту led вот ленту подсветки вот и точно также еще есть дополнительные варианты вы можете настроить изменение программы работы лет если например просто ровно горение либо режим какой-нибудь там диска то есть чтобы она мигала вот и также отдельно можно вывести на отдельный переключатель режим смены цвета то есть вам в полете нужно будет поменять цвет вашего вашей подсветки лет вы можете вывести это на отдельный переключатель мы это не делали у нас по умолчанию led включен сразу же скажу один минус большой вот платы и макс что лет там живет действительно своей жизнью почитал я много форумов то потому что здесь лед у нас установлен на силовой плате вот идем дальше бипер но я вывел бипер на третий третий канал вот мы щелкаем можем активировать бипер наш кстати бипер здесь хороший хорошо звучит в принципе вот я вывел вот его на канал aux 3 понятное дело любые настройки наших дронов мы делаем со снятыми пропеллерами ребята силовая очень мощная можно остаться без пальцев лично я у меня дрон когда-то вырвался из рук при попытке проверить работу гироскопов разбил мне монитор разбил в том числе матрицу этого ноутбука порубил немного руку нурба рука у меня такая нормально выжила но если палец мог бы остаться без пальца в принципе особенно эти какие-нибудь лопасти king kong используется нормально в общем будьте осторожны поэтому вот здесь у нас есть предохранитель вот который говорит о том что вы понимаете что вы дать действительно сняли пропеллеры и вот сейчас вы активируете все на свой страх и рис вот мы включили ваши двигатели можно по отдельности запускать каждый двигатель смотреть какую сторону он вращается так вот первый проверить второе вот таким образом проверяется во первых что у вас правильную сторону вращаются ваши двигатели и что они правильно у вас расположены согласно вашей карте значит каким образом проверить направление вращения если вдруг на глаз это сделать достаточно тяжело берете просто пропеллер пустой пропеллер устанавливайте на тот двигатель который вы проверяете и медленно добавляйте газ по пропеллеру будет видно какую сторону он вот таким вот образом вращается видно что двигатель вращает у нас здесь по часовой стрелке распиновка у нас простая у нас получается первый и четвертый двигатели вращаются по часовой стрелке а второй вот это наш второй и третий двигатель вращается против часовой стрелки давайте проверим на втором двигателе вот действительно он вращается против часовой стрелки таким образом вы проверяете все ваши четыре двигателя чтобы четко понимать что ваши регуляторы настроены правильно и двигатели вращаются в нужном направлении после того как вы выставили ваши двигатели я сейчас чуть-чуть дальше покажу как менять направление вращения вы можете мастер по добавлять посмотреть как работают ваши 4 все ваши 4 регулятора и двигателя собственно так давайте еще сделаем нашу калибровку наших регуляторов так как регуляторы могут быть раз синхронизированы а нам нужно чтобы они работали с газом одновременно и правильно мы делаем калибровку наших регуляторов что для этого нужно мы отключаем во включенном состоянии вот я understand что я понимаю риски вы отключаете силовое питание на дроне отключили даете полный газ и включаете силовую сейчас специфический звук будет а теперь убирайте газ в ноль все вы откалибровали ваши регуляторы теперь у вас двигатели будут максимально ровно работать без всяких сбоев перекосов и передергивание идем дальше здесь у нас в рейс флае есть закладка для того чтобы управлять нашими регуляторами ребят что хочу сказать в принципе достаточно удобно специально нужно запускать программу болтели для настройки наших регуляторов здесь рейс флайд делает все сразу же все в одном то есть мы опять же соглашаемся с тем что пропеллеры наши сняты и после этого вот наш конфигуратор определил какие у нас стоят регуляторы где на каком двигателе они находятся и показывают направление вращения как видите вот у нас есть нормал нормал реверс реверс реверса вернее вот наши здесь у нас правильно тайминг ставит медиум значит частоту дэмп и длайт выставляем димат шилов бекон дилай это задержка после прошествия которой если двигатели ваши не запущены регуляторы начнут пищать попискивать через двигатели ровно через пять минут бекон стрейт 80 и значит это вы можете регулировать громкость вашей вашего пищания вот когда регуляторы с двигателями пищат можно регулировать громкость и бип стрейт это продолжительность собственно вот стартап power 075 можно ставить единичку это насколько быстро ваши двигатели будут запускаться 075 принципе нормально без всяких проблем работает поэтому я всегда использую 075 break on stop значит это активный тормоз вашего двигателя с помощью регулятора то есть как только вы уберете газ у вас вращение не будет замедляться а мгновенно остановится то есть как бы воздушный тормоз сработает у меня десейбл она в принципе нам особо не нужно создает дополнительную нагрузку на регулятор и темп рич протекшен это защита от перегрева понятно да то есть если двигатель если регулятор вдруг перегревается он просто отключается если это отключить то при перегреве он может пустить дымок это уже как вам больше нравится регуляторы у нас имеют прошивку 1485 если у нас вдруг вот здесь можно выбрать в случае необходимости другую прошивку вот если будет доступна более новая прошивка здесь будет указано что у нас отличающаяся версия и вы вот так нажимая на кнопку flash вы сможете прошить по отдельности каждый из регуляторов и так следующая вкладка led здесь мы настраиваем вашу лэд подсветку указывается количество элементов rgb сколько вы будете использовать на вашей ленте можно настроить достаточно много по-моему потолочное значение 32 элемента color mode будет гореть одним цветом и ничего не будет менять вот свет вы можете выбрать вот здесь каким хотите чтобы светился ваш диод давайте мы на камеру сейчас покажем изменения света хотя бы у нас один единственный горит ну вот сейчас у нас какой белый да давайте укажем красный например нам сохраняем обязательно нужно перезагрузить контроллер так сейчас я перезагружу и в принципе можно секундочку здесь вот сейф интрибут кнопочка есть оп видите уже начал гореть красным точно также можно выбрать какой-нибудь другой цвет вернемся к трем и выберем например какой-нибудь зеленый где наш зеленый вот он сохраняем и перезагружаем наш контроль поменялся зеленый ну хоть один но работает вот так давайте вернем белый мне белый самый яркий принципе достаточно неплохо его видно да хотя ладно пусть будет зеленый решено так поехали дальше сенсоры сенсорах у нас указаны задействованные сенсоры у нас есть гироскоп и акцелерометр в принципе больше ничего мы не используем здесь вот указано графики снятие сигнала как сейчас у нас вот снимаются сигнал с нашего контроллера data flash data flash здесь у нас ничего не активно cli значит это у нас скажем консоль программирования нашего контроля ну что самый ответственный момент устанавливаем пропеллеры не перепутайте если перепутаете дрон будет летать очень странно вот так пропеллеры по часовой стрелке ставим на 1 и на 4 двигатели пропеллеры против часовой стрелки ставим на 2 и на 3 двигатель вот так это все выглядит здесь у нас по часовой стрелки здесь у нас против часовой стрелки пропеллеры у нас 50-40 попробуем как они работают используем специальные гайки которые самоконтрящиеся есть такие пластиковые вставки здесь которые помогают нам не потерять эти гайки в полете очень полезная штука так здесь это просто соскочила тверточка слушай а ну как-то через раз блин что-то пошло не так блин сейчас я приду я сейчас приду не ну подожди мы потом что-нибудь придумаем ну пока надо разлеплить что не так just a minute джентльмен прошла неделя с тех пор как мы ушли летать но сожалению вы так и не полетали как ни странно впервые у меня такая была ситуация мы начали пристраивать наш дрон взлету и я обратил внимание что что-то как-то двигатель у нас весьма странно работают работали не рывками с таким явным поскрипыванием то есть явно что-то было не то настроить с настройками мы подключили наш дрон к программе я попробовал управлять двигателем управлялись с race fly полностью адекватно без каких бы то ни было проблем но с контроллера когда управление переходила с аппаратуры дрон просто-напросто ввелся неадекватно двигатели дергались при добавлении там 20 25 процентов газа двигателей просто был полнейший срыв синхронизации их разрывала в клочья и было непонятно вернее стало понятно что с такими настройками мы не полетим целую неделю мы потратили на то чтобы связаться с поставщиком пытались на английском языке расписывать ситуацию высылали листинг кода как бы показывали какие настройки на дроне то есть все должно было работать но не работало что вы думаете наконец-то сегодня мы нашли причину не поверите это резиновые прокладки которые я решил не ставить на эту вот конструкцию дрона оказалось что в нынешних контроллерах они обладают совершенно невероятной чувствительностью гироскопы как бы к вибрациям двигателей и обязательно их нужно ставить на резиновых прокладках еще и таким образом чтобы не зажимать иначе начинают очень сильно реагировать на любые как бы вибрации вот поэтому пришлось немножко раму нашу перебрать снизу под контроллером я использовал вот такие вот серенькие прокладочки от сервоприводов а сверху поставил штатные более жесткие резиновые прокладки которые шли в комплекте с контроллером в принципе пришлось так подбирать чтобы угадать на крепление очень неудобная ситуация то есть принципе идеально использовать такой контроллер где он крепится самостоятельно без стоек рамы просто крепится вот сам по себе тогда можно сильно не зажимать здесь пришлось такое находить компромисс между зажатием и как бы степенью свободы чтобы контроллер не переходил какие-то чтобы контроллер не переходил в частотные перевозбуждения и наши двигатели работали нормально и синхронно небольшие коллизии все-таки есть чувствуется на оборотах но летать должен сейчас попробуем летать а